Здравствуйте, церковь. У меня есть сестра одного, Христе Иисусе, и мы часто, ну, я молился, у нее нога больная. И однажды я помолился, говорю, Господи, ну, если так уже суждено, пусть у нее не болит, а у меня болит нога. И, короче, заболела. И так болело, что мне приходилось, когда я молился, сиди, садись. Ну, так болело, что кошмар. И вот сегодня на служении мы прославляем Бога, я понимаю, что ну, Богу это не надо, чтобы у меня болело, что я, ну, реально согрешил. То есть подставил ту жертву, ну, Иисуса Христа как-то в какие-то рамки. Я покаялся, говорю, Господи, прости меня, пожалуйста, что я так сделал. Я понимаю, что Твоя жертва раз и навсегда, и для сестры, и для меня. Я отказываюсь от этой боли и принимаю ту жертву, которую Ты однажды, Твои раны, и то, что Ты понес за меня на кресте, и все. Халилуя! 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 Спасибо, спасибо. Сейчас я, послушайте, вот это просто иллюстрация к тому, о чем мы говорили. Понимаете, на самом деле мы-то свободны. Ну, вот недостаток какой-то веры или понимания, или какие-то... Раз, и дал возможность, и делал тут же, хоп! На тебе, ай! И болит. Слово Божье, свет Божий пришел. Брат, спасибо тебе за это свидетельство. Спасибо большое. Добрый день. То, что вчера произошло, я носил в себе и сегодня вот Ваша проповедь, и это был ответ на те вопросы. Я еще вчера хотел выйти за свидетельство, что что-то во время молитвы было такое прикосновение к сердцу. У меня с 99-го года, ишемическая болезнь называется она, но несколько раз вот у меня я чувствовал облегчение, освобождение, но потом опять она наваливалась. И я вот сейчас говорю здесь и всем, что у меня нет этой ишемической болезни, у меня больше нет этого давления на сердце, на легкие. Я свободный человек, и здесь при всех, и везде, где я буду ходить, я буду свидетельствовать об этом. И это Господь. Аминь. Спасибо всем. Аминь. Слава Богу. Здравствуйте, церковь. У меня были серьезные проблемы со спиной, очень серьезные. И мне как-то получилось, что зимой, зиму мне пришлось пролежать, и когда я поднялась с постели, мне заново пришлось учиться ходить. У меня все болело. Ну, я знала эти свои болячки, которые надо было немножечко разминать. Я не обращалась в больницу. Я каждое воскресенье исцелялась, потом что-то у меня снова начинало болеть. И вчера я получила это исцеление. Я не вышла, еще усомнилась. Но сегодня получила я это слово, одела уже сапожки, попрыгала ночью утром. И я надеюсь, что Господь до конца дней моих меня исцелил. Я не буду больше идти с таким мешком церковь, а с такой радостью. И еще одно свидетельство. Меня еще Господь омолодил. Я сейчас сижу, взяла зеркало у дочери, говорю, а я не поняла, у меня что, вот эти уже папилломы, вот этих всех миллион тут было, что у меня их нет. Я говорю, дочка, она говорит, да нет, мама. Так что, Господь живой. Он нас еще и омолаживает. Спасибо, вся слава ему. Амин. Аллилуйя. Здравствуйте. Около полгода назад на погрузке металлолома я травмировал локтевой сустав. Что-то хрустнуло или надорвалось. Но при любой физической нагрузке я испытывал боль. Вчера я промолчал, я остался в зале. Но сегодня после слова этого человека я вышел. И я больше не жду, что боль вернется. Я знаю, что она не вернется. Во имя Иисуса Христа. А ты вчера получил исцеление, да? Аллилуйя. Слава Богу. Здрасте, церковь. Но я вчера не выходил свидетельствовать, потому что ждал подтверждения. Потому что я вчера получил исцеление от... Ну, краткая предыстория. За годы употребления всякой гадости я нажил себе проблемы с пищеварением. И были скверные проявления. Постоянно тяжесть, вздутие, метеоризм. В общем, самые скверные, которые только можно придумать проявлений. И это было постоянно. Либо нужно было какую-то там особую диету придумать. Ну, я не знаю. Я не знал, где искать выход от этого. И не хотел идти к врачам. А вчера получил исцеление. И я ко мне... В общем, на меня сошел Дух Святой. И я просто почувствовал чувство голода такое. Ну, хочу есть. И все. И я как бы понял, что вот оно. Вот, наверное, вот теперь все. Все, не будет ничего этого. Мы пришли домой. Мы приготовили плов. От которого, я думаю, я бы там лежал с таким вот животом. Ну, как обычно. Но вообще никаких предпосылок. Я даже забыл об этом. Я спал себе спокойно. Все. Вот моя жена знает, что, ну, обычно связано с этим всем. А, ну, тут ничего не было. И я принял исцеление. И благодарю Бога. Слава Иисусу. У меня теперь живот здоровый. Аллилуйя. Меня давно беспокоил, я так думаю, аппендикс. И не хотелось идти не проверяться в больницу. Вот. Время от времени он тянул. Я знала, что мне не надо делать резкие движения, чтобы не разболелось. Вот. И вчера я почувствовала, во время, когда Боря Чайка свидетельствовал о своем исцелении, я начала проверять у себя. Я даже об этом забыла. И оно не беспокоит. Я начала резко домой пришла, резко начала делать движения, которые вызывали у меня раньше болезненные эти ощущения. Оно меня серьезно обеспокоило. Ничего нет. Слава Господу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Два месяца я мучился с воспалением седалищного нерва. И полторы недели... Я на обезболивающих все время был. И полторы недели назад на молитве в четверг за меня помолился пастор и церковь. И вечером мне стало легче. На следующий день я пошел на работу. Я работаю в охране. И у меня схватил сильный приступ. И я понял, что мне нужно бороться. Я работаю в охране. Там большое поле. Ветер свистит. И я встал. И я начал кричать и топать ногой, что я принят возлюбленным. И исцеление принадлежит мне. Аллилуйя. С того дня мне начало быть легче. Прошло полторы недели. И я уже всем засвидетельствовал, что я получил исцеление. Вчера я работал. И чувствую, мне опять плохо. И сейчас я просто делаю вот так и рву все цепи. Аллилуйя. 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 Я хочу еще раз засвидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Многие знают, что я оперировалась. Мне делали операцию в августе месяце. Но мало кто знает, что меня направили оперироваться в онкологию. Именно потому, что показатель онкомаркера у меня был. При норме в 35 максимум у меня показывал 700. И меня врач побоялся оперировать в обычной больнице. Он направил меня в онкологию. В онкологии меня прооперировали врачи при таком показателе. Они назначили мне химиотерапию. Хотя они не обнаружили никаких метастаз при анализе того, что они оперировали. Я прошла 4 химии, 4 курса химии. Два дня назад я сделала анализ на онкомаркер. Он показал 2 единицы. Но я хочу сказать, что за то время, пока я проходила лечение, пока я проходила эти химии, много людей рядом со мной умерли. Умерли. И еще я хочу сказать о том, что когда я проходила химию, до этого у меня была проблема с волосами. У меня очень сильно выпадали волосы. Но и когда мне назначили химию, я очень расстроилась, потому что знаю, что химия, она влияет на волосы, они выпадают. И когда я ложилась под капельницу, палата была большая, 8-12 человек. И я ложилась под капельницу, мне ставили иголку, а я говорила, Господь, я провозглашаю, что Твоя благодать на мне, что это лекарство, оно не нанесет мне никакого вреда, а только пользу, потому что Ты мой Господь, потому что кровь Твоя на мне. И вы знаете, что произошло? Мало того, что люди слышали, как я это говорила, и я благодарна Богу, что я смогла это говорить вслух. И у меня перестали выпадать волосы. То есть после химии я получила еще вот такой хороший результат. Я славлю моего Бога, и я благодарю Бога за то, что Он со мной везде, где бы я ни была. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аминь! Друзья, давайте дадим славу Иисусу, большую славу Иисусу. Аллилуйя! Потому что Он достоин. Аминь!